Красноярский бизнес-инкубатор подарил жителям края сотни успешных проектов. Десятки предпринимателей придумали, разработали и успешно реализовывают свой бизнес, свои бизнес-идеи на базе Кридви. Про один из проектов мы расскажем подробнее прямо сейчас с нашей гостьей Валентиной Трифоновой. Здравствуйте, Валентина, доброе утро вам. Ну, мы видим, что, видимо, это и есть ваш проект. Что это за продукция и из чего она изготовлена? Ну, основным ингредиентом нашей продукции является хвойная лапка, которую мы перерабатываем в три вида продукции, которая для нас на данный момент уже является ингредиентом для пищевой и косметической продукции. А какими полезными свойствами обладает хвоя? Ну, здесь целый, ну, как бы кладезь, да, полезных свойств, полезных веществ, которые содержатся в хвое. И вообще нужно сказать, что хвоя это, не хвоя, а вообще хвойные деревья, это самые древние деревья на планете. На планете, на планете, да. И они вот выжили только своей способностью адаптироваться в условиях жизни, как бы, да, на Земле. Содержатся там и минеральные вещества, и там, фитоэстрогены, фитостерины. Вот сейчас мы сделали ряд исследований, которые показывают, что в некоторых продуктах наших даже сквален содержится. Это вещество, которое очень полезное для кожи и для внутреннего применения. В общем, кладезь полезных элементов. А используют только наши сибирские хвойные деревья или нет? Ну, в хвойных сибирских деревьях, особенно в кедре, да, и в пехте, конечно, там наиболее насыщенные вот эти все компоненты, композиции вот этих всех элементов наиболее выражены. И, соответственно, сам, ну, как бы одна из самых полезных. Скажите, а вообще, вот как вот процесс производства, как из этих маленьких иголочек получается что-то вот такое, удобоваримое, как мы уже выяснили? Как эти полезные вещества все оттуда достать? Ну, дело в том, что вообще все самое новое, инновационное, это давно забытое старое. И изначально, конечно, получение вот хвойных масел, их разное там, да, в зависимости от того, каким мы деревом занимаемся, получение его давно известно. Это паровая дистилляция. Но нашими вот разработчиками, которые работают у нас в компании, нашим основателем Владимир Ивановичем, как бы сама процедура доведена до такого уровня, что мы получаем вот этот ингредиент, экстракт хвойный, который может применяться и в пищевой промышленности в том числе, потому что мы извлекаем из него и смолы различные, эфирные масла, которые в большом применении во внутренние, ну, как бы внутреннее применение может несколько даже навредить организму. Поэтому всю технологию, конечно, я вам не буду рассказывать. Не надо, это секрет, но мы поняли. А какой эффект оказывают эти вещества при приеме внутрь и при нанесении на кожу? Значит, если для приема внутрь это и оздоравливающее действие... То есть повышается иммунитет? Повышается иммунитет, работает там желудочно-кишечный тракт, улучшается работа желудочно-кишечного тракта, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, там в зависимости от того, каким экстрактом мы пользуемся в итоге. А для кожи это питательная среда, ну, не питательная среда, а очень хорошо питает кожу, восстанавливающее, регенерирующее действие. Вот, вплоть до того, что сейчас мы уже начинаем работать с медицинским университетом, для того, чтобы уже рецептуру именно медицинских, биологически активных, ну, как рецептов для применения уже как лечебного препарата тоже работает. Ух ты, давайте мы с вами тоже уже что-нибудь примем внутрь. Насколько я знаю, в этом горшочке находится сбитень. Да, очень вкусно. Тут самый легендарный сбитень. Тут самый легендарный. Что с ним нужно сделать? Значит, это такой вот концентрированный напиток, вот, похожий на медицинский. Ух ты, на сироп даже похожий на такой. Сироп, мед, да, значит, вот одну чайную ложку, либо две чайные ложки, ну, я сладенькое люблю, поэтому две. А он еще и сладкий в добавках, да? Конечно. Но сладость ему дает мед. Тоже мы работаем с нашим местным медоносом, который таежным медом исключительно занимается. Вот, поэтому все, что вот в тайге у нас растет, все в этом сбитне находится. Ну, и, конечно, наши хвойные экстракты, что добавляет. Аромат, конечно, царит у нас в студии просто невероятный, очень вкусно. И все это теперь нужно выпить? Да, я предлагаю вам это сделать. Ну, давайте на мне поэкспериментируем. Вот, пьется он желательно не выше 40 градусов для того, чтобы вкусовые... Вместо чая? Мед не менял свою структуру. Своеобразный вкус, надо сказать. Своеобразный, да. То есть здесь уже вы можете регулировать по сладости, по наличию вот этого хвойного аромата, либо как самостоятельный напиток, либо добавлять в чай, либо в кофе. Ну, в общем, иммунитет теперь у меня будет железобетонный. Железобетонный. Спасибо вам большое. На здоровье, Небалит. Спасибо большое. Напомню, в гостях у нас была Валентина Трифонова, которая создает хвойную косметику и хвойные напитки. Мы желаем вам дальнейших успехов. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо.